Господин посол, господин министр, уважаемые господа ректоры, я очень рад сегодня тому, что благодаря, как я считаю, правильному старту, который был дан учиться в престижных вузах Российской Федерации, конкретно речь идет о Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, потому что Молдавия исторически всегда считалась страной, где сельское хозяйство было одним из основных видов деятельности. Также связано с университетом Нижнего Новгорода, потому что сегодня я четко понял, я столкнулся с проблемой полгода назад, что есть кадровые проблемы. У нас, к сожалению, мы тихонечко превращаемся в государство только юристов и экономистов, но то, что касается конкретных технических, специальных, то есть инженеров, даже квалифицированных, дипломированных рабочих, мы всегда обсуждали с коллегами Нижнего Новгорода о том, что есть ресурсные комплексы, позволяющие обучать даже качественно, готовить качественных сегодня дипломированных специалистов, средних технических. Очень надеюсь, я, в принципе, уверен, что те школьники, которые в будущем станут студентами председательных вузов, которые вы представляете, это будет серьезным шагом вперед. И мы получим качественных специалистов, это укрепит наши двусторонние отношения, тем более мы много говорили о межрегиональном сотрудничестве, и я считаю, что сегодня очень правильное начало, и очень надеемся на плодотворное сотрудничество и на то, что чьи-то мечты станут реальностью. И самое главное, что люди будут добрее, те люди, которые получат образование, они вернутся и с гордостью будут вместе с нами поднимать страну, потому что за последние 20 лет, к сожалению, больше уничтожили, чем создали нового. Спасибо. Предлагаю. Пусть подним по словам, как вступление, все-таки, главные представители. На самом деле, я вас поддерживаю в том плане, что сегодня, оказывая документарную помощь, поддержку, первым делом, конечно, обратили внимание, правильно сделали, на сферу образования. Потому что мы видим, что эта сфера, к сожалению, в плане финансирования из бюджета, да и демографической проблемы, говорят о том, что с уменьшими становятся школы, к тому же уменьшаются школы русским языком обучения, и русско-молдавских школ. В этом плане, если наши коллеги сегодня приехали, которые предложениями, естественно, это поддерживают, как раз в русле наших договоренностей в рамках межорегионального сотрудничества. А такие крупнейшие регионы, как Санкт-Петербург и Ежен-Ногург, если они возьмутся, да, оказаны содействие и Бельсам, и в ближайших городах, районах, это будет огромная поддержка, помощь, с точки зрения, оказание в области, помощь в образовательном процессе. Параллельно с этим, сегодня, вчера-сегодня, Кишинев заседает комиссии, по линии российского правительства сегодня 300 молодых людей отбираются для учеба в российских вузах. То, что мы сегодня назвали 50, Санкт-Петербург, 50, не один город, это на том фоне, это огромная возможность, огромная помощь для молодых людей на удовольствие. Поэтому, я думаю, мы слово дадим больше нашим гостям, мы с вами часто встречаемся, поэтому с нашей точки зрения, по моим мнениям, это здорово, что в течение короткой времени вы налаживаете межоригональный контакт с Российской Федерацией, ведущими регионами, ну а регион отвечает конкретными предложениями с точки зрения оказания содействия. Вот то, что мы начали с гумитарных проблем, это мне кажется правильным. Спасибо. Вам спасибо за поддержку. Уважаемые коллеги, мы действительно очень рады, что наш визит сегодня дал возможность ознакомиться с тем, что действительно имеет сегодня такой муниципалитет, как Берция. Мы сегодня реально понимаем конкретику, что нам нужно конкретно точечно помочь и в тех вопросах, которые нужно решить. У нас уже есть определенная договоренность и с определенными школами, сегодня есть определенные университеты, из которых мы были. У нас есть свои предложения, которые мы готовы реализовать. Что касается Нижегородского вуза экономического, то здесь мы готовы расширить программу, если она будет нужна больше, не останавливаться на 50 человеках. Но главное даже не это, главное то, что мы нашли точки соприкосновения в подготовке рабочих кадров. У нас очень мощная и сильная система среднего профессионального образования, где мы готовы тоже использовать эту составляющую, которая даст возможность подготовить действительно точечно для предприятий города Берция, для муниципалитета города Берция, и вытворить те потребности, которые сегодня необходимы. Мы готовы работать и по сварщикам, и по станочникам, готовы по электрооборудованию. У нас есть очень мощные ресурсные центры, которые есть. Как один из вариантов, может быть, возможно, здесь попробовать организовать систему ресурсного центра одного из возможных. Мы готовы заниматься подготовкой, если это от нас попросят, подготовкой и преподготовкой педагогов, возможно, с тем стандартам, которые сегодня нужны. Сегодня утром я был в православной церкви, встречался с митрополитом, с епископом. Мы тоже нашли точку соприкосновения. Думаю, что и здесь мы сможем оказать определенное содействие. Он готовит большой памятник, который может быть наша промышленность, которая есть, там открытье, еще какие-то вещи, которые мы готовы оказать содействие. Там стоит памятник Серафиму Саровскому, памятник Сергею Радонежскому. И мы с Археем определились, что почему бы там не появиться и памятник у батюшка Серафиму Саровскому, этого святого земли Нижегородской. То есть есть определенные соприкосновения и на этом уровне. Что касается техники исполнения, мы действительно договорились с некоммерческими организациями, с возможностями, что мы получим конкретику. У нас уже есть, мы приглашаем на несколько конференций, которые будут проходить в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области. Здесь представители, мы готовы пригласить делегацию студентов в наш международный молодежный лагерь. Ну, в общем, началась конкретная работа, и мы этому рады. Мы пропишем четко дорожную карту, которую должны выполнять. Я думаю, что здесь все реально сделать. И самое главное, что это людям, на мой взгляд, здесь, в городе Белец, очень нужно. Поэтому все, что сможет, мы готовы. Спасибо большое. То, что было сказано про средне техническое образование, это очень хорошая идея, потому что мы знаем даже те проблемы, которые уже есть у нас на муниципальных предприятиях. Было давно вчера поручение посмотреть, где как мы, где хромаем, где чего недостаточно, потому что у нас, к сожалению, как я уже говорил, за 20 лет очень многие вещи изменились. У нас сотни тысяч граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, работают. Те, кто находятся в странах Евросоюза, это у нас чаще всего учителя, которые стали сварщиками, врачи, которые стали плиточниками и так далее. И Бельце один из немногих городов в стране, где касаемо средне технического образования все-таки кое-что было сохранено, потому что в других городах это уничтожено. И спасибо вам за то, что вы отметили, что сегодня мы, обсуждая сотрудничество с Бельцами, мы, в принципе, обсуждаем сотрудничество со всеми городами, районами на севере Молдавии и имеют право в вузах Российской Федерации учиться. Ребята этих городов, очень много талантливых детей там есть. И хороший старт есть, и уверен, что результат принесет. Я помню, когда подписал соглашение, дорожную карту с губернатором Шанцевым, Валерий Павленевский, говорит, очень надеюсь, что мы должны сделать все для того, чтобы это не было просто рамость на какое-то соглашение, перейдем к конкретным действиям. И мы сегодня к ним перешли. Спасибо вам за это. Спасибо за предложение сотрудничества. Мы, к сожалению, с вами абсолютно реальными и конструктивными. Я когда-то в университете говорил, что у нас в свое время был достаточно студент из Молдавии. Поэтому мы сегодня тоже, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы разговаривать эти взаимоотношения и увеличить контингент студентов за счет вашего Молдавия. К этому абсолютно готовы. Более того, и хотим тоже этого. Поэтому, учитывая то, что вот те проблемы, о которых вы говорили, понятные пески, мы даже с ними постоянно сталкиваемся и в Российской Федерации, и в достаточно преуспевающем регионе, в нашем северо-западном, они точно такие же есть. Поэтому поиски их решения постоянно сопровождают наши деятельности. И я думаю, что поможет здесь нам, в северо-западном. Ну а все традиционные обратные направления, подготовки, которые реализовывали, в университете. В университете те школы и те преподаватели, которые постепенены, которые занимаются обучением студентов. Также сохранены и есть, поэтому мы здесь готовы полностью обеспечить достойную подготовку для граждан Молдавии. Более того, мы тоже, как и многие узы, сегодня развиваем так называемые недолюбные образования. Поэтому все уровни включаются и профессиональные образования, а также и в этих присутствиях. И в университете тоже мы разговаривали. Можно школьников в прошлом году до доктора наукой учиться. Точно так же мы же это сделали с темоградом. И я не занимаюсь, в том числе и в возрастной школе. Можно уточнить, насколько я понимаю, 50 мест – это полностью обучение бесплатное, жилье бесплатное и стипендии. Что касается обучения за счет средств бюджета, есть абсолютно реальная возможность для иностранных граждан, когда так случилось, когда мы говорим, что мы говорим теперь с предприятием государства, подтверждая статус соотечественника, претендовать на эти самые бюджетные места, которые определены для вузов Российской Федерации, в том числе и для главного вуза, для главного университета. Поэтому это возможно. Единственное, что все равно за общежитие платят, потому что тех средств, которые бюджеты определяют на эти цели, у них все равно недостаточно, поэтому и за счет средств бюджета обучающихся студентов за общежитие платят далеко не столько, сколько экономических и так называемых юридических оснований. Но если говорить еще о бюджетах, то, что мы тоже спадаем с проблемой большего интереса бюджетов к так называемым не профильным направлением, а заготовки и гуманитарной, экономикой, эксплуатации, менеджментой. Тем не менее, достаточно много интереса и к этим направлениям появляется. И там это возможно, но там бюджет мест университета и не только у него не определяется. Поэтому мы сейчас говорим прежде всего о традиционном сельскохозяйственном управлении подготовки. Там бюджетные места определены и возможности учиться за счет средств бюджета у иностранных граждан, на данном случае, у нас есть все. А при каких условиях возможно ли платить людей за тысячу бюджетов? Мы обсуждали, когда встречались с руководством, с губернатором Санкт-Петербурга и в Нижнем Новгороде, в принципе, что если будут ситуации, где образование бесплатное, но, например, стоит вопрос с общежитиями и так далее, особенно когда речь идет об отаренных детях, значит, в Молдавии уже год существует фонд Рената Усатвы. Я оплачиваю многим детям образование, поэтому я уверен, что были бы хорошие дети, как говорится. Вопросы общежития и так далее я возьму на себя с удовольствием. Даже не как мэра, просто как гражданин одной страны, который заинтересован, чтобы здесь начали происходить какие-то изменения. Но я также понял, что вопросы проживания и так далее, это все вопросы обсуждения. То есть главное сейчас правильно начать, а уже по ситуации мы посмотрим, потому что есть наши соотечественники, которые много лет назад уехали в Россию, так же, как я переехал в 2004 году, в 2014 вернулся, которые также, я уверен, активно бизнесмены включатся в эти процессы. И, как говорится, возможности одних и вторых, я уверен, что однозначно принесут результаты со знаком плюс. Плюс, имея сотни тысяч молдаван, может быть, мы за одну ночь и построим еще одно новое общежитие, где мы вам отдадим половину, а во второй половине наши будут. Можно я добавлю, что касается Нижегородского нашего ВУЗа, то мы берем только на бюджетную основу. Вот то, о цифрах, о которых мы говорим, мы имеем такое право, потому что ВУЗ региональный, и нам кого-то не нужно. У них сложнее, потому что у них есть... Поэтому здесь вот разница, она в этом. Я понимаю, что есть намерения, желания, но они все от него зависят. А у нас все зависит от нас. Поэтому у нас есть договоренность, есть добрые воли губернатора, и мы берем этих ребят на бюджетной основе. Если будет нужно больше, как я сказал, будем решать. Если кто-то будет, захочет учиться на коммерческой основе, то есть бывают такие на каких-то специальностях, мы тоже эту проблему решаем, и она решается без квот. Я думаю, многие захотят это сделать, потому что получить квоту сегодня сложнее гораздо. Но зато, на мой взгляд, это очень хороший элемент, в том плане, что это открытая система, она честная, она не подвержена никаким переходам определенным. То есть человека мы берем, мы его обучаем, четко за него можем отчитаться. И я думаю, что для вас это будет выгодно. Может быть, таких детей надо отпускать к нам по контракту, для того, чтобы он вернулся, какие-то обязательства прописывать. Но об этом нужно думать. Да, да. То есть для того, чтобы эти дети, впоследствии, получив бесплатное образование, вернулись обратно на то предприятие, мы подскажем, как это делать у нас есть. Вот, поэтому, вот, нижнегородская составляющая, она именно поэтому такая, не потому что мы такие хорошие, а потому что у нас есть такая возможность. Нет, главный лозунг нашего университета – бесплатное высшее образование есть. Да, написано прямо на самом здании. Да, специально, что люди знали, что вот он. Мне понравился вчера студенческий городок, который вы показали, как он выглядит. И это я понимаю, почему нравится нам, а не нравится студентам. Там студенческий городок, так как географически расположен так, что до ближайшей дискотеки туда даже на автобус ехать 3 часа, я так понимаю. То есть кроме студенческих, кроме общежитий и, наверное, библиотеки, там ничего нет. И фок рядом, бассейн, фок рядом, бассейн у нас. Да, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн есть, я понял. Тут должны плавать, заниматься спортом. Здоровый образ жизни. Веду они и здесь попьются. Понятно. Спасибо большое еще раз. Значит, у нас сейчас подписание соглашения. Договор сотрудничества в области образования между Советом муниципио-Витт и Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом. Договор подписывают. Примар-муниципиан Ренат Георгиевич Усаты и вектор Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Шанин Анатолий Евгеньевич. Мы проверим. Ренат Георгиевич. Да. Ага. Что-то смеется? Пожалуйста. Ренат Георгиевич. Ренат Георгиевич. Спасибо. Ренат Георгиевич. Спасибо. Будем сотрудничать, работать, учить наших детей в нашем рабочем-крестьянском университете. Спасибо. Договор сотрудничества в области образования между Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и Советом университета Бельц. Договор подписывал ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Широков Сергей Николаевич и премар муниципе Бельцы Рената Георгиевич Усатый. Спасибо. 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 Спасибо.